Я надеюсь, что пока наша дорогая Татьяна рассказывала о всяких полезных мероприятиях, любимой Директ-Академии, всех остальных, вы уже прочли вот эту, ну, как сказать, официальную небольшую презентацию себя, да? Вот, давайте сразу же, сразу же приступим к темам. Так, ага, вам видно, мои дорогие? Ага, ага, все отлично, прекрасно, спасибо, а то я подумала, что опять значка это мне. Огромное спасибо. И начну я с того, что такие сложные социальные условия, какой-то тектонический сдвиг, можно сказать, не боясь этого слова, нашей цивилизации, имеет некоторые интересные качества, которые позволяют нам развиваться. Я очень рада, что сейчас до такой степени стали понимать это и развивать нейрокогнитивные науки, обращать на них внимание в первую очередь, потому что мы сами являемся носителями знания. Я потом отдельно расскажу, если время останется, чудесные есть исследования, нейронные сети, о чем мы их кормим, да? Какой информация, на чем мы их воспитываем. И небезызвестный Тьюринг, основатель, скажем так, компьютера, компьютерной техники, программ, всего остального, он очень правильно говорил, что сперва нейронные сети или искусственный интеллект воспитывается нами, а затем он начинает нас воспитывать. Я бы с удовольствием, с удовольствием вам все это рассказала, но попозже у нас очень много. Так, сейчас тоже стали исследовать не фрагментарно строение мозга, функции, а некоторым образом собираем все это в систему. Так, научные разработки этого года, мои самые интересные, самые милые. И очень мне нравится, что наконец-то начинают формировать некоторые теоретические положения на основе культурных ценностей. Вот это, да, это наконец-то, да. И метакогнитивные навыки, то есть необходимость смиряться с тем наблюдателем внутри нас, который оценивает наши стратегии обучения. Очень ярко это проявляется на примере детей, когда они четко спрашивают, ну, естественно, это дети, которые знакомы с тем, что у них есть мозг, что есть знания, есть еще что-то. Они задают крайне интересные вопросы. Я буду делать потом отдельный курс по интуитивному интеллекту, потому что это тоже некоторое качество нашей психики. И когда сейчас начали выделять такие формы интеллекта, как эмоциональный интеллект, это 10 лет подряд это уже можно оставить в покое. Вот, но эстетический интеллект, интуитивный интеллект. И, наконец-то, я уже когда сдала книгу, все, что вы печатали, и вдруг новейшие такие, не исследования даже, а обобщения научные. Сейчас уже стали говорить о витальном интеллекте. Я имею теперь полное право употреблять слово энергия не в смысле шизотерики, ну, вы сами понимаете, а то, как энергию понимали Эйнштейн, Нильс Бор и так далее. Вот, и вот вишенка, да, тортик, как любят говорить, появилась, наконец-то, формулировка, и даже книгу Альпина перевела. Это духовный интеллект или сакральный интеллект. СКЮ, СКЮ так и обозначается. Но есть важная тема, которая не всегда нами осознается, развивая любую сторону своей личности, любой вид интеллекта, как до сих пор считается. Ты сразу подтягиваешь все форматы свои, все виды интеллекта. Это точно так же, как аргументом раньше у меня было по поводу мифа о больших функциях левого, правого полушарий, хотя они постоянно работают вместе. Вот вы представьте себе, ребенок, или вы занимаетесь каллиграфией, или просто пишете. Это может считаться логическим выражением вашей деятельности. Но там есть принцип красоты, принцип правильности, художественного оформления. Почему мы, как попало, не пишем? Потому что это неправильно будет. Или вот как ругали, ругали раньше людей за комфортные зоны, покинь свою комфортную зону. Зачем? Вот зачем? Это раз. Во-вторых, вот весь мой курс, все абсолютно курсы построены по этому принципу. Он очень естественен. Ведь, когда мы приобретаем ресурсы какие-то, неважно, это бывает и ресурс ошибки, бывает и так. Мы приобретаем разнообразный опыт. Что происходит тогда? Тогда у нас наконец-то появляются некоторые внутренние стратегии, записанные в нейронных связях, в нейронных ансамблях. У нас есть опыт переживания радости, опыт переживания награды. Как Жванецкий говорит, ну да, все уже поняли, как не надо, а теперь давайте как надо. Это тоже должно быть представлено в наших нейронных сетях. Ничего страшного. Мультизадачность – это норма для любого здорового, ой, да даже не для здорового человека. Мы так и живем. Активно воспринимать информацию, мозг сразу, сразу оживляется, и у него, он понимает, как надо, скажем так, и получает быстрые результаты. И все становится хорошо. Так, а то я долго могу так, сейчас, минуточку. Ага, это вот каналы, где есть всякие полезности, и наши тоже в Директ-Академии. Вот. И мы с вами на курсе, и вообще, мы будем заниматься развитием глубинных нейронных сетей. Хватит придумывать там рептильный мозг или еще что-то, чуть позже скажу. Полина за меня скажет, очень хорошего нашла спикера. Вот. Хватит придумывать. Непроверенные данные, они бывают очень эмоционально окрашены и могут вызывать у нас то, что называется рефлексивными, рефлексивными войнами вместо когнитивных. Сейчас война за восприятие, за все такое. Будем сохранять нормальный, здравый смысл. И вот, и когда мы работаем, скажите, извините, а у вас видно, когда я вожу мышкой? А? Кто-нибудь? Нет. Ну, хорошо. Смотрим. Прекрасно. За неимением простой пишем на гербовой. Отлично. Давайте. Вот смотрите. Вот, ну, самое лучшее, самое лучшее изображение мозга, которое я видела. Нежное, подробное. И все зоны, большинство зон указано. Вот когда мы принимаем решение... Прекрасно, прощения, Елена Викторовна, вы что возьмите, нажмите на внизу, где управление слайдами, две стрелочки вперед-назад и чуть-чуть вправо пойти, указка на нем. Да, все. Все. Все поняла. То есть все зумер такое-то. Ой, спасибо большое. Татьяна, это как ангел-хранитель директ Академии и автора курсов. Чудесно. Мы можем сколько угодно исследовать, это и надо делать, глубины нашего мозга, глубины нейрофизиологической базы. Вот там вот гиппокамп, а вот там еще что-то. Тогда очень много структур, и вот эти вот структуры с помощью нейрофизиологических механизмов включения лобных долей коры головного мозга и затылочных долей, отвечающих не только за визуальное восприятие, за пространственное восприятие, за моделирование, за все, что можно хоть каким-то образом себе представить. И мы очень часто не замечаем, что наша цивилизация именно поэтому сейчас и делает сдвиг к более визуальным способам восприятия информации. Почему? Потому что зрительный канал, он самый емкий, самый, это единственный аналоговый канал нашей нейрофизиологической базы. Он аналоговый, вы смотрите и вы сразу все понимаете. Туда хочу, туда не хочу. Если мы дальше начинаем, аудиальный канал тоже вообще хорошо сейчас развивается, аудиальные каналы, они тоже развивают глубинные зоны. Так что полностью осознаем, что мы смотрим, слушаем, о чем думаем. Это экология наших собственных нейронных ансамблей, нейронных сетей, всего остального. Памяти как таковой, я сразу же развею некоторые иллюзии, памяти как таковой у нас нет в головушке. Это симбиоз нескольких отдельно выраженных стратегий, движений нейрончиков, всего остального. Ассоциативная связь. И вот когда это происходит, именно тогда мир начинает быть зримым через понимание. Еще в начале 20 века Пиаже, молодец, он первый начал исследовать механизмы памяти, вот вообще все. И у него как припев, как главный акцент, все время звучит самый лучший способ запоминания и самый лучший вид памяти – это смысловая память. Ты все понял, тебе не нужно уже это учить дальше. Учить не надо ведь, согласитесь, если ты это понял, уже все нормально. Понял про, например, меридианы или еще что-то такое, на карту посмотрел. Или вот если есть технари здесь, или те, кто помнят из школы, для меня тоже было как озарение. Если ты понял, что такое первое производное, это скорость изменения скорости, ты поймешь, что такое второе и так далее. Если ты знаешь, вот как дети, на детях вообще очень хорошо видно. Если ты понял принцип, как составляются вот эти скелетики разные, как крепятся кости и прочее, все, тебе не надо это учить, ты наоборот смотришь, чем там оно отличается. Так, мысль потеряла, ничего. И вот я немножко опережаю, смотрите, это самая глубинная зона коры головного мозга, это именно гиппокампальные нейроны в гиппокампе сидят. Вы посмотрите, какая красота, правда? Вот они там сидят и что-то полезное для нас делают. Так, и вот у меня последнее открытие, это просто наслаждение, это удовольствие. На рефоруме, форум будущего, открыла вот этого спикера для себя. Так, а куда исчезла моя ссылочка? Нету. Ну ладно, вы просто так тогда наберите Полина Кривых. Там длинное видео, там у нее еще есть видео, очень много всего. Я впервые встретила молодого, смотрите, вот что важно, молодого, яркого, четкого и экологичного лектора. Сто лет уже такого не встречала. Великолепно. И вот мифы о мозге, я прямо настоятельно прошу вас, если что, я... Мышка появилась, так, сейчас, минуточку. Вот, ура, ура! Вот, вот, вы лучше зайдите и оставьте в открытой папочке там или еще. Это, вот это вот видео. Вот, хорошо. И вы посмотрите, впервые человек полностью, четко классифицировал и все рассказал. Удивительно компактный, легкий такой, яркий стиль изложения. Ну, в общем, все хорошо. Первое, сколько из этих убеждений вы слышали. Да, мы используем только 10%. Неправда. Полная неправда. Функции не восстановится при поврежденной мозге. Нет. Все восстанавливается. У меня в группе, в телеграмме, в группе «Интеллект и креатив» совсем недавно обретение такое. Появилась книга Лурии. Просто великолепная. Вот, вот он имел дело как раз с поврежденными таким-таким мозгом. Вот нервные клетки не восстанавливаются. Это неправда. Голая неправда. Да. И здесь есть такой трагический оттенок, не побоюсь этого слова. Ведь у нас и в науке существуют мифы, все остальное. Трое очень видных ученых с разных концов земного шара, они в разных государствах жили. Они доказывали, начиная с 50 какого-то там года, как только вот эта фишечка появилась, вот нервные клетки не восстанавливаются, три глобальных ярких доказательства экспериментов того, что все-таки восстанавливаются и наоборот. Вот, не очень жаль, потому что их фактически заклевали один, сильно болеть стал, умер буквально через некоторое время. Второй навсегда закрыл. Да, потерянная маленькая книжка, а большой Анастасия, вообще прекрасно. Анастасия, а у Лурии еще языки сознания. Вот прям запишите себе языки сознания. В свое время я сама отсканировала всю эту книгу, но качество было не то. Так, вернемся к нашим милым и трагическим ученым. Ну, все, в общем, да. Вот, это должна быть свобода научной такой вот деятельности. И люди должны принимать и самые абсурдные, и самые разные-разные точки зрения, иначе будет у нас когнитивная ошибка выживших. Бог с ним. Так, у нас есть ведущее полушарие. Каждая из полушарий отвечает за определенные функции. Более 10 лет назад, не помню, 15 лет, может быть, 20. Вот, абсолютно точно. Да, всем, вон тот же Лурия. Вот у Полины вы увидите редкие фотографии. Там человек спокойно живет только с половиной мозга. Ну, нету его у нее, но он живет или функционирует. Ничего, заместительность. Вот. И всегда оба полушария работают только вместе. Только, иначе не получится ничего. Для того, чтобы, например, нарисовать картину мало художественного вкуса, надо ощущать вот эту специфику материала. Нужно проявлять уважение к материалу и к инструментам. Вот так же, как в педагогике, психологии, есть определенные инструменты. И вот когда ты их экологично используешь, заботишься о них, вот это, да. Вот тогда результат будет, это понятно. Вот. У меня отдельно и в книгу тоже вставлено прекрасное исследование. Если играть в специальные развивающие игры, можно стать умнее. Я не знаю по поводу болезни Альцгеймера, нет таких исследований. Но абсолютно четко три независимых лаборатории доказали, что, знаете, вот человек начинает вот эти всевозможнейшие у нас программы там для развития памяти, механические, еще такое, еще, знаете, или там даже на коэффициент интеллекта. Наш мозг очень быстро научается выполнять вот эти алгоритмы. То есть единственное, что ты в себе тренируешь, это умение, например, цифровые какие-то головоломки решать, или там тесты на IQ, или такие текстовые. Да, ты молодец, но я бы не сказала, что это молодец. Мы как будто бы заменяем вот эти качественные программы самого мозга, которые присутствуют в нем уже изначально. Даже у маленького ребенка, точнее, у младенца. Вот так устроен наш мозг. Но мы не им пользуемся. Ну, в общем, мы хорошо, мы молодцы. Хорошо, мы научились решать текстовые или цифровые задания дальше. Что? Энергия невосполнимая, если соединять ее с понятием времени, все. Вот она утрачена не на то. Вот. Да, и что ничего, это не помогает, а наоборот мешает, это есть такие исследования. И вот, когда я слышу от уважаемых коллег, ну, Елена, ну, вы же знаете, это рептильный мозг, наконец-то включился, нету такого. Даже название нет. Это, вы знаете, бывает такая научная поэзия, я бы сказала. Такой научный словарь, тезаурос. Точно так же тяжело овладеть мне, например, ею. Но, тем не менее, если надо, владеваешь. Есть бюрократическая поэзия и все остальное. Вот, то есть вот это нам, как педагогам, как родителям. Пожалуйста, прошу вас, вот Полина Кривых, или там запишите где-то себе, потому что это очень важно. И крайне редкий новый спикер. Там даже Пелевин, она Пелевину статью написала о том, в чем неправ Пелевин. Вот эти вот мифы всевозможнейшие. Потому что у нас на самом деле популяризаторов мало. Черниговская, ну да, она очень хороший популяризатор. Но я без всяких обид, без ничего, наоборот. Иначе бы не было Черниговской. Вот, она не ученый такого стиля, как, например, Бехтерева, или Андрей Курпатов. Я его знала, когда он был тоненьким, ласковым парнем, написавшим первую книгу. Он психотерапевт. Он великолепный психотерапевт. Но это вы уже знаете, это... У психотерапевта есть свои ментальные, когнитивные фокусы внимания. Так. Вот, вот нам, смотрите. Смотрите, это нейрончик такой красивый. Фотография Ельского университета. Это регенерация, пожалуйста. Здорово, да? Так, это новые еще. Еще вас порадую новеньким. Вот, смотрите, вот так они начинают наращивать связи. Обучение увеличивает объем. А чтобы он, объем нейронных ансамблей, а чтобы он, грубо говоря, совершенно грубо, влезал к нам в мозг, поместился там, происходит увеличение объема серого вещества. То есть мозг даже растет, представляете? Вот. Так. Еще крайне приятная вещь, очень приятное, сильное исследование о том, что взрослые обучаются легче, чем дети. Вот так. Они так, я старый, а сколько тебе? 23 уже стукнуло. Ну да, что стукнуло, понятно. Вот. И вот посмотрите потом это поподробнее. Вон, гляньте, дети отстают. Вот. У нас чем дальше, тем мудрее. И объясняют они очень элегантно и просто ученые. Смотрите. У человека с когнитивной опытностью, постоянно требующим, ну как сказать, мозгом, постоянно требующим новых знаний и всего остального, у них все очень хорошо структурировано. Вот они видят какие-то объекты, мгновенно происходят, вы потом испытаете это, мгновенно работать мозгу вообще очень комфортно и очень хорошо. И вот взрослые мгновенно обогащают массой нейронов, нейронных связей и запоминают, и обучаются, и используют разные стратегии обучения. А малыш, ему еще вон, смотрите, детям, им еще нужно каким-то образом выделить главное, там еще что-то, сформулировать и сгруппировать. У них на вот это обучение базовое уходит гораздо больше времени. Вот это приятно. Так. Это я куда перескочила? А, все, я извиняюсь, так, дубль кадров. Мне очень повезло, очень повезло, потому что я свои методики опробировала в Институте мозга человека ран. Сейчас он так и носит имя Натальи Петровны Бехтеревой. Она была всегда очень открытым к какому-то, к новизне, к научным интересным историям и все остальное. И поэтому я человек, познающий мир через восхищение. Я была так восхищена, что на этом запале. Я подошла к ней и сказала, о, как хорошо, а можно мы у вас с моими студентами придем и посмотрим, что же там делается. Внутри коры головного мозга. Говорит, да, конечно, расскажите. И вот и все. Я влюбилась. Я влюбилась в мозг, когда он вспыхивает. Это так красиво. Смотрите, вот здесь рабочая ссылочка. Вот, это то, что пособирала. Можете потом прочесть, и вот по ссылочке пройдете. Тут все доступные. Вот. И когда мы говорим, когда мы говорим о выделении вот значимой информации, для этого нужна концентрация внимания. И вот, смотрите, Дуров, восхищаюсь им тоже. Именно этот навык, многочасовая концентрация на одном занятии и так далее. Вот. Вот. Именно этот навык необходим для интеллектуального, творческого или духовного тоже прорыва. Будущее за теми, кто выработает иммунитет к технологическим ловушкам внимания. Вот. И сохранить спокойность в длительной концентрации. Это крайне комфортно, вот по ощущениям, по всем абсолютно параметрам, вот это чувство потока, когда мы говорим о состоянии потока, обо всем таком. Это об этом. И мозгу должен, для интереса, мозгу нужно, чтобы это была информация слегка повышенной сложности. Хотя бы слегка. Чтобы он трудился. А иначе он что делает? Он делает это тоже, открытие Бехтеревой. Кстати, хотели и Нобелевскую премию дать, и никак. Вот. По политическим соображениям не получилось. Вот мозг, когда он работает активно, он очень быстро использует стереотипы. У нас все. Будем бороться со стереотипом. Да ну, ну как это? Это же даже нелогично и глупо, я бы сказала. Почему? Потому что вот те, кто водит машину, велосипед, играет на пианино, вспомните, ты всегда напрягаешься немного. А потом, а потом, когда ты выучился водить машину, там другой фокус концентрации, внимания. Как не приехать назад на работу в том случае, если ты ехал домой и задумался. Вот это да. Это у нас бывает. То есть, иммунитет к ловушкам и длительная концентрация. Или Стив Джобс. Концентрация и простота. И вот то, что он говорит, простота это тяжело, чтобы очистить свое мышление, сделать его максимально простым. Вот это вот, да. Да. Управление концентрацией. То, о чем я сейчас немножечко сказала. Простое задание повышает уровень концентрации внимания ненамного. Ненамного. мозг начинает гулять. И поэтому ты, вроде бы, ты читаешь книгу, а в уме ты уже объяснил всем желающим, почему ты прав, а не не прав. Ну, или еще что-то такое. Или вспоминаешь что-то по ассоциации. Оно не должно быть простым. Вот оно. Вот. Именно для сильной концентрации. А когда слишком сложная, ухудшается способность к многозадачности. Видите? Ну, одним словом, есть вот такая золотая середина. Так. Теперь. Ага. Ну, что мне пока... Ага, вот все. Смотрите. Управлению интеллектом и управлению знаниями. На чем это базируется? Я очень прошу вас, обратите внимание. Вообще надо опять заново латынь учить. Вот. Обратите внимание на этимологию самых разных слов. На их происхождение. Вы посмотрите, как красиво. Это ощущение, восприятие, ну, прочли. Ин. Приставка. Куда, где, будем делать, в каком направлении, в пользу, есть перед, на одну, ты-ты-ты. Вот, не замечаем. Это мощная сила Земли. Это земной шар, реальность. То, на что можно опереться, да, опереться хорошо бы на первичные знания качественные. И на чем можно стоять надежно. А вот здесь, так, интеллект, понимание, истолкование, смысла, ну, лектус, избранный, изысканный, отборный, отличный, превосходный, благородный, великолепный. Вот где поэзия интеллекта, правда? Так. Ага. И вот теперь, для того, чтобы мы осуществляли вот эту красивейшую стратегию, красивейшую, именно того, как любит работать наш мозг, я предлагаю, вот, кристаллическая модель сбора важной информации. Это то же самое, что и память. Ну, не можешь ты забыть, возьми и забудь, например, даже путь от спальни к ванной. Ты не можешь забыть, просто не можешь, потому что это естественно, это земное, прочное, и все, это не требует никакого напряжения, вообще никакого. Вот. И для того, чтобы мозг работал максимально комфортно, хорошо и качественно мы будем с вами, ну, не сейчас, а позже на курсе, наращивать собственный кристалл памяти. Это важное, важнейшее направление знаний, крайне качественных знаний, полезным, полезными для вас самих. Это избранность, вот эта изысканность, которая дается в простых четких схемах. Так. То есть здесь мы имеем не вот этот, не вот этот пока не структурированный хаос, да, а вот именно основа мыслительного процесса это структурирование хаоса и выработки, но только в скоростном анализе это работает, смысловой единице, это целое. И когда мы говорим о битах информации, это мы не говорим о некоторых битах смысла, которые не надо запоминать. так. Ага. Вот. Что еще очень полезно и хорошо, когда вы выбираете тематику, на которой будете выращивать свою кристаллическую модель важной информации, во-первых, вы естественным образом погружаетесь в комфортную когнитивную интеллектуальную среду, вам это нравится. А дальше, вот это я уже наблюдаю у многих людей, которые вот прошли курс там и все остальное, дальше он начинает развиваться сам. Вот смотрите, вам нужно будет подумать о том, какие темы, такие виды знаний вам нравились, вот внимание, еще в детстве. вот мальчик, например, у меня, он теперь руководитель фирмы, все такое, я с ним занималась, вот ему крайне важно было и крайне интересно, вот эти гладиаторы, древний Рим и все прочее, а я говорю, он поступил, там есть факт, все, говорит, что-то я никак не могу выучить историю, там все такое, ну, например, говорит, ну вот, Карфаген, да что ж такое, я говорю, слоны, вспоминай слонов, ну и так далее, и все хорошо. Итак, мы выбираем сперва хотя бы три направления знаний, которые для нас актуальны или нам давно хотелось, но как-то все времени нет, в настоящих условиях, вот это тоже есть большие красивые исследования, очень важны знания о разных картинах мира, о цивилизационных переломах, циклах, об истории культуры, я рекомендую вам, крайне рекомендую именно история культуры, обратите на нее внимание, неважно с чего, вспомните, когда вы были ребенком, действительно, действительно, вам, пожалуйста, вот, ходят слоны Ганнибала, и что делать, вот так, вы выделяете именно культуральный слой, и тогда это сразу же система, в системе все фрактально, это гораздо более объемный и самое главное экологичный, именно экологичный и системообразующий для нашего мировоззрения огромный красивый пласт информации, вот, да, еще, самое главное, сейчас, там тоже говорит Полина об этом, я была очень рада, что, оказывается, эти исследования есть, мозг очень любит, когда о нем читают, он любит читать о себе, он любит определенным образом сформулировать это, переформулировать, в общем, он очень любит, и вы заметили, насколько сейчас, наконец-то, люди стали обращать внимание, а как же мы думаем, а что мозг любит, а очень часто оказывается, что любит он не то, что мы любим, а немножко сложнее, чтобы наслаждение было больше, по поводу системности в образовании, вот, семь свободных искусств, то, что было, это, у нас слово тривиальное, это тривиум был, то, что все проходили, скажем так, в древней Греции и в Риме, обязательно, это тривиально, а вот уже свободное искусство, вот, добавляется все остальное, вот, единственное, что я бы, ну, все равно, я, в общем, образовательные программы теперь и для подростков, и для взрослых, все остальное дело, музыку я бы сразу, я бы сразу включила и в тривиум. И вот, вы знаете, вот, Санта-Мария де Льнова во Флоренции, это место, где учились все, абсолютно, Леонардо да Винчи, вот, они все сидели и учились, а это фрески, а это шпора, друзья, зачем же, вот, все написано, это добродетели, которые поддерживают определенный вид знаний, они называли добродетелями, например, память была добродетелью, внимание, очень широкое понимание, вот, если взять Фомы Аквинского, это как раз и зал посвящен триумфу Фомы Аквинского, это такие стратегии, это талантливое представление и все остальное, то есть, это ценности, как мы сейчас вот говорим, это ценности, они называли это добродетелями, и это всегда, вот, первое, это всегда было, как у Шаталова система, вот здесь переходик тоже, система опор, вот оно, как выглядит в более высоком смысле слова, но это был максимум, что можно было захватить системы ценностей культурных траекторий, ну, одним словом, это все видно, и это все, сейчас я переформулирую немножечко, и это естественный, самый присущий изначально способ мышления, способ формирования нейронных связей, ансамблей, его человеческий мозг, он тянется за красотой, за элегантной достаточностью, правда ведь симпатичен, Филипп Джексон, почему я дополнительно ее сюда включила на ссылочку потом в презентации, нажмете, посмотрите остальные, вот, когда мне мой ученик достаточно высокого уровня программист и все, говорит, Елена, ну вы же видите, это сделано с помощью там компьютерного какого-то, с помощью компьютера, назовем так, там такая технология, ну вот типа, ну вот видно же, что это компьютерная, а не ручная работа, ну вот он мне доказывал, что упорно, что те, кружева, их тоже очень часто, кружева, буали, я сама видела, и мастерские эти, например, на Виле Боргезе, и все остальное, что это только компьютер, может, и 3D-принтер, иначе никак, мы с моей дочерью очень часто вспоминаем это, работайте так, чтобы следующее поколение сказали, что это сделали инопланетяне, настолько это круто, и вот эта элегантная достаточность формулы, любой формулы, программистского кода, там одна единственная, один-единственный клик, мышка, и так далее, это важнейший критерий для нас, поэтому, когда человек не доверяет себе, или не старается увидеть и развить себе какие-то таланты, он начинает говорить, ну да, надо же, чтобы красиво было, вон как красиво, я так не могу, но красоту чувствует каждый, очень интересно, один, одно из последних исследований, крайне интересно, когда китайские ученые в содружестве с японскими, как-то они так помирились на этой почве, ученые, я имею ввиду, а не Япония с Китаем, вот, они начали исследовать, самый сильный томограф, это в Китае, полный, мощнейший, начали исследовать, где у нас в нервной системе и вообще в голове, где есть зона красоты, как это происходит, в общем, все таинственно, и все захватывает, красота, можно сказать, что у нее единственный критерий, когда ты делаешь вот это восхищение, восхищение, и это каждый человек испытывает буквально и спинным мозгом тоже. Так, нет, я успею это сказать, вот, я хочу вам рассказать, хорошо, вот, китайские ученые, все остальное, но прошлого года, 22-го, есть, первое, я сказала, есть еще два удивительных исследования. Представьте себе очень грамотно сделанный, профессионально сделанный эксперимент. Ученые, 36,7 тысяч человек на нескольких таких позициях исследовали каким образом, какая им было очень интересно, какая текстовая информация вызывает у людей наибольшее вдохновение и как это проявляется. У них так и название научной статьи, кстати, наука все больше и больше к искусству приближается, так и называлось вдохновение заразно, вдохновение передается. И они делали все очень-очень аккуратно, так, чтобы это была максимальная концентрация, максимальное ощущение, которое необходимо просмотреть. они брали, следили за волосками рук, вот на руках, потом ощущение спинном мозге, ну и так далее, и так далее, или там вот когда по голове мурашки идут, и они решили взять исключительно исследовать, как волосинки, от чего они встают и ах, получается, и оказывается, каким бы ни было великим произведением, или это, ну, или это продающий текст, или это еще, организм внутренний, вот это, там, где кипокам, там, где шишковидная железа и прочее, это невозможно пройти мимо этого и не испытать параллельного вдохновения, так вот, оказывается, только то, что с вдохновением было написано, причем неважно, что это, поэзия, роман, рассказ, или это продающий так называемый текст, вот если творец его испытывал вдохновением, вдумайтесь, поднятие волосков на руке гарантировано, если нет, каким бы полезным, каким бы хорошим не было это произведение, или иногда вот авторы ведь вымучивают из себя вот это, ничего не бывает, не бывает мурашек, не бывает озноба, не бывает вот этого всего, вот, вдохновение передается, я должна успеть сказать вам еще главное, знаете, мне очень понравилось, это уже американские исследования и канадские, вы наверняка видели или слышали старый-старый древний лес вот этих деревьев долгожителей, мощные секвои, когда там человек 25 необходимо поставить вокруг нее, чтобы, например, хороводик такой, чтобы дать какое-то представление о монументальности этого дерева и все, вот, и они исследовали то состояние, которое называется благоговением, вы понимаете, чувствуете разницу, вдохновение это одно, а вот благоговение это другое, это те чувства, которые возникают у людей при взаимодействии с системой гораздо более обширной, чем наше человеческое существо, это и вера в Бога, и другие надсистемы, например, знаете, они делали такой интереснейший эксперимент, ну вот космонавты в космосе, когда они смотрят на Землю, они испытывают и на звездное небо, естественно, другие галактики, они испытывают это благоговение, ты мурашка такая, вот ты это видишь, и ты един с этим, это великолепно, и вот ученые, они стали записи видов из космоса, показывать группе испытуемых, тоже благоговение, но по поводу леса секвой, мне очень понравилось, знаете, что, там было интересно, те люди, которые, которые доходили до секвой, пообнимались там с ней, изумились, благоговение испытывают, они стали помогать тем людям, которые там или старички, или там дети, а там же очень такие корневища большие, чтобы они не споткнулись, то есть альтруизм растет с масштабом, мозг вообще, они не то, что там прелесть, это гениальный просто, он сильнее, чем все метавселенные или галактики вместе взятые, и очень хотела вам рассказать о некотором нашим снобизме, которым хорошо бы не страдать. Когда мы говорим об искусственном интеллекте или там можно ли считать использование нейронных сетей инструментом, конечно, искусство это, это искусство, почему? Потому что его все равно делает человек перед монитором, то есть мы сами, вот, и вот посмотрите, безупречный победитель, видите, была целая большая, ну, как сказать, акция, не акция, конкурс, самые красивые глаза в искусстве, вот, Александр Скороманга, современный художник из Афин, да, вот, теперь, я очень рекомендую вам в наше непростейшее время, но очень многозначительное, потренировать, потренируйте создание баланса, это у нас очень такой интересный человек, Майкл Граб, да, так он смотрел, выстоит или не выстоит, когда вы делаете что-то такое, вы сосредоточены и вы естественным образом укрепляете у себя стратегию спокойного баланса, что еще можно делать, это, как всегда, это хождение, ой, забыла, выскочило определение, хождение вот по канату, не такого между горами, а слегка, еще, еще, все, езда на велосипеде тоже, кстати, если ты это делаешь осознанно, ты тренируешь гравитационный баланс, свой гравитационный баланс, а здесь есть еще вторичная система, это твоя цель, твоя цель вот в этой штуке сделать такую устойчивую вещь, из того материала, вдумайтесь, из того материала, которым ты обладаешь, да, вот тебе дали вот такой материал, вот и давай, а не так, как мы тот виноват, и этот, камни-то не виноваты, если ты никак их поставить не можешь, и вот именно так, ты полностью создаешь состояние баланса, в любой неопределенности ресурсы всегда есть, так, у меня есть, вот здесь вот обязательно посмотрите по стрелочке гормональная поддержка, скорая помощь мозгу, они у меня, лучше по ссылочке этой, они у меня раньше публиковались эти все посты, вот надо пролиснуть, что называется, последнее видео, у меня там везде просто видео, потому что это было требование издательства Питер, понятно, да, чтобы, ну, не отягощать, а QR-коды шли на видео, ну, ну, вот, вот это там есть, вон, пожалуйста, тут дофаминчик через синопсис, под лунную сонату, ребята, посмотрите, мозг получит кайф, вот честно, и удивляться, мозгу обязательно надо удивляться, это вот вы видите, что, вот это я когда увидела, не помню, где и когда, первый раз, я была уверена, что это живопись абстрактная, такая динамичная, такая молодец, ну, вот, а это эфедрин, или витамин С, да, или он вообще водоросли, мир очень красивый, он вызывает именно благоговение своей красотой, ай, ну, тут тоже, тут тоже, как у меня один ученик сказал это, ой, говорит, создатели нашей планеты, они, наверное, что-то такое курили, я говорю, я не знаю, но такое, чтобы природа живой придумала, это, это интересно, как мне очень нравилось это высказывание, у Бога есть чувство юмора, возьмем хотя бы утконоса, да, вот что-то такое, что мы еще с вами будем делать, и что я рекомендую, прямо рекомендую, уже начинать и формировать для себя библиотеки ценных стимулов, самое понятное, визуальный, быстрый, аналоговый канал, и вот нам же ведь не просто так почему-то, ну, вот нравится вот это вот картина или пейзаж или еще что-то, заметьте, если, например, те же каналы, вот я на некоторые подписана в телеграме, они замучили, первое, они замучили закаты, снимать они, рассветы, постоянные закаты, да, мозгу уже неинтересно, у него это все, но бывают очень сильные, воздействовавшие на нашу психику, нейронные связи, прочные, какие-то объекты визуальные, которые вызывают в нас вот это чувство красоты и какой-то общности, что ли, для меня это цветущие вишни и яблони, вот именно цвет, все остальное, и вы создаете себе отдельно для себя где угодно в любом, абсолютно в любом каком-нибудь там сообществе делаете, собираете визуальное, аудиальный канал или он же дигитальный, музыка как стимул, но естественно вы, если вам нужна энергия, еще что-то, ну вот, пожалуйста, привык за победу бороться, ну и так далее, вот, а для того, чтобы уснуть, вы знаете, а даже не уснуть, вот иногда ведь правда хочется немножко погрустить, и это правильно, это правильно, это точно так же, как такие хорошие люди, наши друзья или родные, а мы раздражаемся, у нас есть вторичная выгода, как говорил мой коллега, это желание увидеть любимого или близкого человека совершенным прямо сейчас, так, так, телесные предпочтения, награды, чтобы у вас это было, и были, была какая-то библиотека, на которую вы всегда забрались, и вам снова хочется жить, и ты думаешь, вот, это же было, было, так что смелее, ну вот, смысловой канал, это относится к кристаллу памяти и информации, почему именно такое высказывание на нас так как-то сильно-сильно подействовало, это изменяется, вся жизнь может измениться, для меня это, например, было высказывание Толстого в самом конце Войны и Мира, где он начинает объяснять позицию Кутузова, позицию Наполеона, и вот это, после страничных, длинных таких предложений, коротко и ясно, мудрость не нуждается в насилии, да мы, о-о-о, но практиковать тяжеловато, особенно, когда дети все в тебя упрямые и капризные, ну, не капризные, но упрямые, тяжело практиковать бывает, и системная информация, это мы будем отдельно рассматривать, потому что здесь модели, бизнес-планы, они требуют длительной такой, вот, дальше, как мы можем, как мы можем быстренько помочь мозгу, вот здесь у вас шаги упражнения, да, расслабление, нужно быть обязательно расслабленным, и вспомнить, записать пик переживания, какие-то три события, состояния, в которых ты переживал, не просто даже, может быть, интеллектуальный подъем, а это было красивое решение, или упрямое решение, когда тебя не пускают в Питер поступать, но ты туда едешь, или еще что-то такое, но это то, что полностью описуемо, и то, что легко вызвать, вот это событие, состояние, вы знаете, очень часто мы именно так выбираем по внутренним стратегиям выбора, мы выбираем и профессию, и спутника жизни, и все остальное, и даже меню, как исследовали нейрофизиологи в ресторане, там одни и те же стратегии, и они сразу же появляются, приходят, это вот индикатор такого события, раньше говорили больше о семи процентах, да, обычно я отвечаю так, что когда ты заходишь, например, в какой-то такой клуб, там все танцуют, все прочее, и вдруг ты видишь, вот это она, вот, вот оно, ты понимаешь, это интуитивный интеллект, это не интуитивный интеллект, это прямой какой-то целостный интеллект, ну, а семь процентов понадобится, чтобы объяснить твоей маме, почему она, вот, якорь, вы все знаете, что такое якорь, или нет, если кто-то не знает, напишите просто минусики, я буду знать, что рассказать, это на самом деле, это на самом деле, ага, все, спасибо, большое, я поняла, якорь, это участок нашего тела, который бессознательно активизировался, когда-то давно, возможно, или постоянно активизируется, вот, как отклик, такой, не столько точный, сколько обширный, нейронный, и такой гормональный отклик на ситуацию, еще, ну, на все, что угодно, например, бессознательный якоря, человек, был еще умницей такой, молоденькой, был очень сильно влюблен, пришел на свидание, от девушки пахнет такими духами, это вот действительно психологи, нейропсихологи исследовали вот это, ненавязчиво, потом он приходит, например, в библиотеку, взял книжки, идет, он не помнит, а это тот запах, тот запах, мы все ходим в этих якорях, не осознавая этого, например, теребить кольцо, или, вот смотрите, типично распространенный якорь, почесать в голове, если плохо думается, да, надо бы изнутри почесать голову, а мы снаружи, ну вот, или начинают, вот теребить, по лбу себя гладить, это очень хорошая такая тактика, поэтому, когда вы переживаете ситуацию, вот здесь самое важное, на пике переживания устанавливается якорь, вы сами абсолютно осознанно, вот у вас пик переживания, я такая молодец, ой, день рождения, я сдала на пять, я то, и преподаватель сказал, вот это да, вот это красота, я счастлива, и тогда вы нажимаете не сильно на любой, на любой участок, рук, на косточку, чтобы чуть-чуть было даже больненько, не на ладони, потому что якоря стираются, мы то посуду помоем, то сами помоемся, не на что такое, а вот надкосница, она молодец, она дает такой серьезный импульс, и хорошо закрепляются якоря, и вот когда у вас будет, например, какая-то ситуация, вам нужен интеллектуальный подъем, вы это вспомнили, на пике переживания, например, запястье там еще где-то нажали, вот, и все вернется, самое главное действовать на высокой динамике, ускоряться, и все. Ладно, на максимуме, ничего, придете, мы, мы научимся. Теперь управление фокусом, внимание. Смотрите, вот здесь тоже, посмотрите, у вас движется вот это мероприятие, во-во-во-во, да, оно движется, хотя это иллюзия, это самая сильная, визуальная иллюзия, 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 потому что вот сюда, в центр, можно, я сабу вставляла, там еще что-то, оно все равно движется. Теперь расслабьтесь, пожалуйста, мягко-мягко, расслабьтесь, это тоже иллюзия, смотрите, только на крестик, только на крестик, и там должны появиться такие зелененькие салатовые тоже кружочки, спокойно, спокойно, сейчас посмотрите, так, у кого зелененькое пошло? О, да, они еще там крутиться могут, еще что-то, да, конечно, это все наш мозг делает, а вот сейчас прикажите, прямо прикажите, я буду счастлива, если с первого раза все это получится, великолепно, смотрим на вот этот крестик, там вот эта тусовка зелененьких, розовеньких, Бог с ними, и прикажите изнутри, чтобы они исчезли, вот эти все, просто на крестик смотрим, а потом наступает такой момент, опаньки, вот, не исчезло, о, да, это самое яркое, те, у кого сейчас не получилось, это не страшно и не важно, самое интересное, то, что с первого раза мозг очень комфортно устроен, и он помогает нам, некоторые, вот там из МГУ тоже парень был, говорит, о, это надо много, да, тренироваться, неправда, все надо, ой, ничего, Ирина, Елена, вот, ничего страшного, просто расслабленно, потом потренируйтесь, ты сидишь и смотришь на крестик, и внутри, на плюсик точнее, и внутри у тебя строгое намерение, исчезните, они исчезнут, вот что делает наш мозг, или вот, раньше считалось тоже, считалось вполне серьезно, что человеческая концентрация, его внимание, может управляться только, фигура фон, фигура фон, нельзя одновременно увидеть пальцы, пространство между пальцами, ну, ребята, тут действительно, как эти вы выражались, вы точно что-то курили, почему, потому что тебе видно это пространство, не надо иллюзий, у тебя более широкий фокус внимания, ты смотришь на свои растопыренные пальцы, но ты видишь, вон собака начала грызть твой тапок, все ты прекрасно видишь, правда же, вот, дело не только в этом, самовнушение, не очень сильно, иллюзия тоже самое, самое главное, это и плюс, и минус, это огромное богатство, то, что наш мозг может это делать, и причем он работает идеально, а вот здесь можете потренироваться, это сразу видно, или два человека там влюбленных, или это поцелуй, или это что, или один человек, у кого что, там есть и поцелуй, и просто человек, это иллюзия, победила в конкурсе иллюзий, которые каждый, да, а теперь вот это увидите одновременно, вон они целуются, пока мы наблюдаем, и очень даже симпатичненько, да, вот, да, 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 и можно видеть и помнить, и то, и другое, так, ой, ладно, стратегию Теслы, это у нас она очень большая, и мне нужно достаточно много времени, вот, стратегия Теслы, это стратегия удерживания, вот здесь, удерживания внутреннего образа, точно так же, те, которые, те люди, которые занимались любыми формами йоги, пранаямы, дальше есть еще всевозможнейшие техники расслабления, через концентрации можно управлять через квадратное дыхание, это мы потренируемся, а вы пока это, что еще будем делать, стратегию Леонардо да Винчи будем развивать для активного восприятия и памяти, и там тоже люди что только не попридумывали, он спал 20 минут в день, в сутки, не знаю, вот, пардон, так, вот, вот о стратегии, время ваше, не отнимаю сейчас, вот, перейдете по ссылочке, и все, и смотрите, там подробно, там хорошо, о, ой, да, опять, 15-18, мне нужно как-то свои аппетиты, нейрофизиологические схемы, смотрите, две минуты, это и хорошее, и разное, тональность есть в этом, но это хорошая информация, вот первичный модуль концентрации внимания, две минуты, это слава Богу, это и у Лурии написано, и у многих-многих, это все написано, и проверено все, человек больной, любым психиатрическим каким-то, с любым психиатрическим отклонением, человек, у которого ранение прямо в мозг, грубо говоря, сильное ранение, это Лурия исследовал, он самый-самый любой человек, две минуты быть сконцентрированным, он может, все, вот, так, ладно, 20 минут, это очень сильная, такая, сильный промежуток, интересный, если вы можете, если вы будете заниматься чем-то, каждый день, немного, 20 минут, мозг говорит, ну ладно, вот, 22 минуты, вы можете абсолютно четко освоить любой нужный вам навык, это вот точно, вот, так, тут есть те, кто у меня учился или видел прошлое, это для вашего приятного воспоминания, природа, она настолько гармонизирована и с помощью математических закономерностей, и прочее, что она постоянно нас учит, как Леонардо да Винчи, очень интересно, я узнала несколько лет назад, что оказывается, Тьюринг, именно вот этот наш отец компьютеров, искусственного интеллекта, теста Тьюринга, он доказал даже какую-то премию, ему, по-моему, там присудили, о том, доказал, что каждая живая веточка растения абсолютно развивает свои, разворачивается в пространстве по закономерности золотого сечения, Фибоначчи, вот у него очень подробная есть работа, сейчас мы потренируемся, вот мягко и спокойно, вот мягко и спокойно, посмотрите на кристаллики, а теперь отверните голову, просто голову отверните, не надо закрывать глаза, это у нас тоже бессознательный якорь, припомните, припомните немножечко, так, теперь сюда, посмотрели, выделили, видите, это они, верх ногами, припомнили, просто отведем взгляды, припоминаем, а сейчас посмотрите, обратите внимание на то, как изменилось восприятие вот этих объемных объектов, кто заметил, что стало более объемно, так, ну ладно, то у нас уже это самое, так это верх ногами, да, вот тоже, сейчас вообще не напрягайтесь, пожалуйста, просто так, посмотрите, вон вам картина, пожалуйста, здесь детали полный размер, онлайн пазл для проверки памяти, вот, вот картина, достаточно она, как бы, наполнена объектами, все запомнить здесь, даже не рекомендуется, а вот теперь посмотрите, вверх ногами, вот, сразу вот это виднее стало, правда, а у кого-то детали виднее стали, все остальное, вот, вот, вот сейчас уже оживает слегка, да, кстати, Ирина, да, Тони Шварц тоже, это самое интересное, вот здесь именно интерактив явление Христа народу, и ты можешь тоже здесь интерактивное, спасибо нашим коллегам, да, представление, и вот когда вы начинаете пазлы, тоже там можно абсолютно легко и спокойно выбрать свой режим, и собираем, собираем пазлы, тренируем, память, так, фух, кажется, я успела, немножко не успела, это я вам напомнить, напомнить о том, что, вот, даже сейчас мы это делали, да, и вот, просто вдумайтесь в это, даже сейчас, что у нас произошло, у нас вот такая красота, несколько штучек, точно выросла, я где-то встречала, такие данные, но они не очень были, как сказать, научно-доказательные, или они просто ссылок, пока не на кого делать, как я понимаю, вот, вот эти нейрончики, если нам что-то очень нравится, если дофамин есть, если мы себя любим и гладим свой мозг снаружи и изнутри, говорим, какой ты у меня хороший, быстренько взял, налопчился, поставил на автомат, как при вождении машины, и об этом можно не думать, все остальное, вот когда вот эта полнота и целостность проявляются, вот они, видите, вот такие красивые у нас формируются, а, награда обязательно, да, смотрите, вот это продолжение нашей темы, что выйдем из комфортной зоны, или адская неделя, ведь сейчас очень много исследований, ну и опытным путем, естественно, вы знаете, что адскую неделю устраивать себе зверскую, что работать в нормальном, спокойном режиме, результаты последнего, даже выше, чем после адской недели, ну и когда ты себя заставляешь делать это, получается, что мозг привыкает к такой стратегии, чтобы его, как собаку на цепи, тащили, это не то, он любит свободу, свободу и мягкость, и вот награда нам нужна, почему, потому что дофамин тот же, да, человек, вот он предвкушает что-то, он должен что-то сделать, дофамин у него хлещет, потом получается результат, результат, как всегда, немножко отличается, все, и бывает так, грусть сознания, да, или лютая скорбь, не важно, вот, а на самом деле, вы знаете, это относиться к собственному мозгу, да может, и к себе так же, вот как к ребенку, когда ты его настраиваешь, говоришь, смотри, смотри, что мы сейчас делать будем, интересно, и берешь библиотеку стимулов, стимулов показываешь, и мы так, и всяк, там две минуты, да, и мозг будет в рабочем, нормальном рабочем состоянии, учеба, это бесполезно заниматься, если нет дофаминового подкрепления, а что для этого надо делать, награды обязательно, а почему клубничка, земляничка, это мы с моей группой ходили в парке, таком лесопарке Питере, и начали искать грибы и землянику, и вот когда ты ищешь землянику, ты же не смотришь и рассеяно туда-сюда, на небо, на болото, и там земляники нет, и там вот нет, нигде земляники нет, ты идешь, ты идешь, и вот она, земляничка, под листиком, такая, один бочок, еще не зрелики, но это земляника, вот, мозгу нужно обеспечить понимание, того, как надо, что мы ищем, с чем мы работаем, ну вот как маленький ребенок, он начинает там палочки с хвостиками писать, надо найти хоть одну палочку, которая более-менее не сильно падает, сказать, вот, вот, молодец, и вот точно так же и самим, нам обязательно нужны победы, и нужно, нужны победы, нужны результаты, только они имеют значение для нас лично, это точно, и не надо бояться, это нормально, естественно, причем это не заложено, я бы сказала, вот как народ любит говорить, это рептильный мозг, вот бедные рептилы, всякие, назовем их так, не-не-не, это бережное отношение к себе, к собственному мозгу, к гормонам, ну в общем, ко всему чудесному этому комплексу, это мне вспомнилось, знаете, новелла Матвеева, у нее прекрасное, это я не успела просто вам сказать, сейчас скажу, пожалуйста, обращайте внимание на поэзию, почему, потому что именно там информация ритмически организована, там и смысловая память, и образно, и все, поэзия, это великолепно, и очень высокий градус, я бы сказала, вдохновения, и стимулы, и дофамина ты получаешь, ну а если там память потренировать, то можно и получить, и я хочу напоследок, а у меня еще есть одна минута, ура, вот, напоследок, я вам хочу свое последнее обретение, во время всяких штудий, новелла Матвеева, у нее есть такое стихотворение, оно длинное, но я последние строфы, шесть страшных отворив дверей, ученый муж захлопнул их скорей, к седьмой же, и, ой, забыла, надо же, вот преподаем эту, как ее память, к седьмой, к седьмой же и коснуться побоялся, но именно за ней, был дивный сад, где пел источник, вспыхивал гранат, это вот видите, вот это он так вспоминает, где пел источник, вспыхивал гранат, и день сиял, и тьмою не кончался, так что лучше будем побеждать, вот так, вопросики, да, Илюша? Сейчас. Вы знаете, там была целая графика, взрослые и дети, обучение. Смотрите, я потом, я потом в группе, обязательно опубликую ссылки, а там уже можно, там гугл, гугл-переводчики, перевести всю, довольно серьезную статью научную, главное, чтобы показывала, потому что, если это американское издание, то могут и не показать, по-разному, вот, так, а еще вопросики, есть, нету? Ладно, скажите, вы любите свой мозг? его надо любить, вот как ребенка, вот он есть и любить, это великий и очень интересный объект. Так, ну что ж, тогда прощаемся, точнее, со многими не прощаемся, все нормально, все нормально. Так, благодарны, с поклоном, спасибо. Приходите, мои дорогие, потому что, ну мне, ну как бы тесненько, я не могу, я только вот разогрелась, все, нет тебе, вот, уже все. мы будем работать легко и естественно, это курс, который вызывает позитивные, массу позитивных эмоций, и мозгу легко работать с минимума усилий, он радуется, и тем более, вот эти все стратегии, они внутри закрепляются, как говорила моя девочка, ну подросток, ее мама привела на скорочтение, говорит, вот, она вся лениться, она все, и вдруг она скорочтением так быстро читает, я говорю, Маш, как это у тебя получилось? А мне лениво, медленно читать, бог какой бывает всего, сертификат участника, это надо к Татьяне, там он должен быть, да, вы имеете ввиду, Валентина, сертификат после курса, после курса, да, будет, я видела в том, на том сайте, который у нас был, так, еще я важное не спросила, вот, скажите, пожалуйста, вам проще ВКонтакте, например, группу делать, и там же дорогая Татьяна, да, вот, или в Телеграм-канале, надо посмотреть, Ирина, да, это напомнили о многом известном, оно все, оно у нас есть, и мы об этом слышали, ну, почему-то, да, вот, хорошо, всего вам самого доброго, и пусть все будет легко и радостно, и за просмотр вебинара какую-нибудь награду, собственному мозгу, до свидания, ага, у меня нет Телеграм, хорошо, я буду и туда, и сюда, девочки, да, до встречи, дорогие, до встречи, и до встречи.